Всем привет! Сегодня вот хочу рассказать о проростках. Это у меня проростки гороха. Расскажу немного в этом видео, для чего нужно кушать проростки, какая польза для организма. Употребление в пищу пророщенных семян, бобовых, круп, это не причуда никакая-то, это уже тысячелетия, уже древние предки проращивали семена и бобовые. В Китае, например, и в Индии долгожители проращивали орехи, бобовые, зерновые культуры. И заметили они, что когда они употребляют в пищу семена проростки, человеку дают очень много сил, энергии, укрепление здоровья. В горохе содержится в 100 граммах пророщенного гороха витамин В5, витамин В6, витамин В9, витамин С, железо, марганец, цинк, фосфор, магний, калий. Свойства. При проращивании гороха белки, жиры, углеводы, содержащие в нём частично расщепляются под воздействием ферментов, энзимов и становятся лёгкими для усвоения организма для человека. Проростки лучше употреблять, чем, например, сами бобы. Потому что и в бобах есть лектины, которые наши ферменты не могут расщеплять. А когда они прорастают, то становятся более усвояемыми. Кроме того, при прорастании увеличивается содержание всех элементов, всех витаминов, антиоксидантов и появляется витамин С, который нет в обычном горохе. Возрастает в разы с раздержания клетчатки. Таким образом, при проращивании горох превращается продукт питания, отличающейся огромной пищевой ценностью. Чем полезен? Вещества, содержащие в проросшем горохе, повышают сопротивляемость организма, его устойчивость к инфекциям и воспалениям. Употребление пищи проросших бобов оказывается благоприятное влияние на обмен веществ, способствует правильному пищеварению, очищению организма от токсинов. Также добавление в рацион питания пророщивания гороха – отличное средство для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, образования камней в почках и желчном пузыре. Люди, регулярно добавляющие проросший горох в свой рацион, отмечают его полезными свойствами прилив сил, улучшение состояния кожи, волос, зубов, ногтей, и повышение работоспособности, забывают о проблемах хронической усталости. Также пророщенный горох очищает печень от тяжёлых металлов и других вредных веществ, обладает антиканцерогенным действием, способствует выводу радионуклеидов из организма. У кого есть гастрит, бобовая не рекомендуется. Ну и также при панкреатите тоже не рекомендуется. Как правильно прорастить бобовые семена крупы, у меня есть видео. Обязательно посмотрите, вводите в свой рацион какие-нибудь проростки. Они насытят организм полезными веществами, особенно проращивайте, когда зимой нет нормальных овощей, зелени. Вот это будет отличный подарок для организма. Ну и можно это употреблять в обычный салат. Так, ну и пример, какой салат. У меня здесь огурцы, помидоры, лук, флакерсы из льна и ламинария проростки. И два соуса. Один майонез из подсолнуха замоченного 6 часов. И зелёный гуакамоле из авокадо и петрушки. Вот отличное сочетание, идеальное. Так что всем советую это, попробуйте, не пожалеете. Всем пока.